Конечно, блудиться вообще-то плохо. Я пришла на митинг с иконой, это мне так Господь на сердце положил. По воле Божьей я пришла. Не надо трогать, пожалуйста. Не надо трогать, пожалуйста. И после, когда дети записаны на айфон, и после инспекции говорят, что это пресса пресса для детей. Благословите наш канал. Большую Божию. Желаю потом, если можно, приезжайте на ссылочку. Руки прочь от наших семей! Руки прочь от наших семей! Давайте потом, может быть, поговорим. А вы сегодня выступите? Думаю, что да, сейчас давайте, я посмотрю просто, потому что... Окей. Мы не будем вас просить передать привет со сцены, но желаем вам удачно. Откуда вы? Мой канал «Штаб» есть в интернете. А кто это, что это за люди? Просто православный хороший канал. Хорошо, успехов желаю, да, видитесь очень. Благословите, батюшка. Очень хорошо, что успехов желаю, сейчас давайте посмотрим. Давайте. Посмотрим, что, когда будет начинаться. Ожидалось, ожидалось, что митинг начнется с молитвы. Он начинается с гимна, поэтому шапочку на время снимем. Я чуть не виделся, кто шапку здесь снял. Остальные так замерзли, что стоят в шапочках. Ну и ладно. Спасибо огромное. Спасибо, ребята. То, что вы с нами сегодня. Из гнилой Европы, которая сама себя приговорила к вымиранию. Их семья, традиционная европейская семья умирает. Мы были во Франции, общались с Мари Ли Пен, видели этих французов, которые борются за то, чтобы их называли мамами, папами. Все выступления проходят, если не с абсолютным, то относительно успехом. Но сколько людей здесь, все хлопают словам выступающих. Первым выступающим очень хлопали, когда он говорил про загнивающую Европу. Кстати, она все еще загнивает. А этому человеку, уже не помню имя, хлопали тогда, когда он говорил, что ЕГЭ это такой же вред, как и домашнее насилие. Пока мы ждем, с кем еще интересно поговорить. Отец Всеволод набирается смелости дать первое интервью каналу штаба. Поговорим еще и с другими людьми, которые пришли сюда в этот прохладный день. Мы выросли нормальными людьми и хотим, чтобы наши дети тоже выросли нормальными людьми. Они такими, как в Европе, они 16 лет с этими ордерами заставляют своих родителей платить им аренду и блудиться спокойно и свободно. Никто им не преграда. Этого будущего мы не хотим для своих детей. Мы блудиться не разрешим нашим детям сейчас. Конечно, блудиться вообще-то плохо. Я думаю, что Трамп скорее какой-то такой самореализующийся деятель. Никто не может понять, кто он. То, что он органически, наверное, не друг, это понятно. Но я не думаю, что Меркель, бывшая комсомолка, хотя и дочь пастора наша подруга. Нужно остановить этого коллективного Дантеса. Нужно остановить закулисные игры, которыми подменяется настоящая воля народа. Нужно, чтобы этот коллективный Дантес объяснился перед народом, чего он хочет. А я сел, извините. Приветствую вас. Пожалуйста. Вот теперь есть немножко времени, да, все-таки. Наш, как вы помните, православный канал очень вас ждал, ваше выступление. Блестящее выступление. Вы говорили про гадюшник. Ну, митинг лучше, чем гадюшник, как известно. Но вы три раза употребили выражение Дантес. Какой-то коллективный Дантес. Что это значит? Ну, у нас главной сторонницей и лоббистской закона является госпожа Пушкина. А-а-а! Так вот, за госпожей Пушкиной стоит коллективный Дантес. Красиво вы. Руки прочь от наших семей! Руки прочь от наших семей! Благословите наш канал. Помощью Божией желаю. Потом, если можно, прийти в ссылочку. Кому? Посмотрим, что у вас интересует. А куда прийти в ссылочку, чтобы вы увидели? Сейчас пришло в свой аддом, вернее карточку с имейлом. Ух ты! С цифровой. А на кого ваша работа ориентирована? На молодых людей или таких уже не очень молодых? Ну, на... Около, так, 30... В Москву, не в Москву, как? На всю страну федеральную. Вы даже телефону дали раз. Спасибо большое. Ну, вот имейл это самый надежный способ. А в Телеграме вы есть? Есть в Телеграме, есть в Фейсбуке, во всех враждебных этих самых. В Ютубе, ВКонтакте. Вечный раб, вечный раб соцсессии. Вы круто. Подписывайтесь на нас. Тут рядом звучит такое шикарное интервью на английском языке, что вы просто обязаны его послушать прямо без перевода и погордиться Руси. После того, чтобы дети записаны на телефон, и после того, что инспекция говорит, что это запрещено для детей. Вы думаете, что это так далеко? Конечно. Потому что мы должны быть очень внимательны. Можно я иметь твой имя? Павел. Павел. И твой последний? Павел Повджи Гайло. Украина. Вот иди, там интервью давай. Вместе с семьей, вместе с детьми царь погиб. Интервью там погиб давай. Больше у нас таких первых лиц в стране, к сожалению, не было. Я не Навальный, меня зовут Андрей, а вас как зовут? Я собой говорить не буду. Я собой говорить не буду. Что? И ради детей он существует и строит эту страну. А почему? Это говорит и о том, что у нас... За семью! За семью! Это платье, я думала, что это победа изображена. Победа кого? Россия. Для чего провожает? Если женщина пойдет на мужчину, а мужчина позвонит в полицию и обратится, приедет в полицию и повешет мужчину именно. Потому что он мужчина. Всегда мужчина агрессор, а женщина нет. Кто вам такое сказал? Ну знаю такое. Так что я надеюсь, что вы правду скажете. Или мы в прямом эфире? Нет, мы не прямом, но мы не будем так нарезать. Я очень рад, что Навальнята или Навальница становятся правдивыми людьми. Мы как рады, что вы с нами. Красивая борода у вас. Не надо трогать, пожалуйста. Не надо трогать, пожалуйста. Вы подошли к камере. Вы подошли к камере. Мы вас не снимаем. Не надо трогать, пожалуйста. Я предполагаю, что надо мной насилие меня не впускают ночами гулять и блудиться. Соответственно, ему родитель должен оплачивать квартиру. Квартиру, где он свободно будет жить и блудиться, а родитель будет насильником. Выступает сейчас на сцене журналист из Екатеринбурга, из моего любимого города, Максим Румянцев. И как же везет, что здесь все-таки либеральная Москва, а не как на Урале, у нас все-таки там с этим попроще. Очень хорошо. Вы успокоились? Девочка, ты что здесь делаешь, девочка? У тебя НУРС был? Можешь поймать? Смотрите, противодействие журналисту, профессиональной деятельности. Задержите его раньше по полку. Ребят, я за вами слежу на этом митинге. Вы бегаете, как неадекватные люди, понимаете? А как бегают адекватные люди? Адекватные люди не бегают. А у Сэн Болт? Причем тут Сэн Болт? Он бегает. Дальше что? Значит, он неадекватный? Клоуны? Я говорю, ребят, вы клоуны и провоканты. 1-0 пользу канала штаба. Нам хотят навязать... ...так называемый закон о семейно-бытовом насилии. Мы его называем Закон СБН. Не заслуживает он расшифровки. Потому что слишком дешевое. Организаторы говорят, что сюда пришло 700 человек. И, мне кажется, циферка немножечко преувеличена. Не, но если считать вместе с журналистами и вместе с людьми, которые смотрят стримы дома, и вместе с людьми, с журналистами, которые смотрят стримы дома, возможно, набирается 700. А также с их родственниками. Но, по моим подсчетам, сейчас присутствует уже пара десятков человек на митинге. Но, тем не менее, он прошел успешно. Нас благословил Всеволод Чаплин. Каждый день такое происходит. А еще нас нарекли так, как мы теперь всегда хотим называться. Итак, с вами был клоун Дмитрий Низовцев и провокатор Андрей Трусов. Каналштаб.